Музыка Перед вами Савинич и Елена Санна. Я ей эту книгу когда дарил, я ей подарил все книги и брошюру. Я ей написал в будущем Нобелевскому лауреату. Я ей даже знаете, что подсказал? Не зря я сказал, подержи заветку. Это черешня, которая не может расти в таких диких условиях. Да еще плодоносит. Должна была подмерзнуть. Бывало в те годы. Но что в этом году случилось? Персики почти мертвые. На абрикосах много сухих веток. Вот этого же не может быть. Это же черешня настоящая. Вот я ей написал в будущем. У нее выхода нет. Она сейчас в дороге, в Мичуринске едет. Я ей пожелание дал. Подружиться. Может быть удастся какую-нибудь творческую бригаду создать. У меня на риске была бригада. Я же тоже не дурак. Я когда был инженером, мы же как делали? Творческий коллектив, в нем все были. Даже экономист, которая обсчитывала наше изобретение. Кто-то умел установку сделать, кто-то умел ее придумать. Это я. Кто-то ночами не спал, потому что непрерывный цикл. И вот я сказал, такую бригаду нужно создавать из мичуринских специалистов и из сибирских. Потому что со мной не выжить может коллектив. А это вот то, чего не может быть никогда. Так. Теперь мы с ней смотрим. У меня придет пора, ну через месяца полтора-два, я буду угощать переделанными вишнями. Когда я вишню, а здесь была вишня только кислючая и мельчайшая. И удалось с прививками к черешнямам получить несколько шедевров. Так. И вот я с одним знакомлю. Вот видите, общий корень. Вот это вот черешня. А вот это вишня. А на вишне, смотрите уже какие. Я ей показывал, четкая разница огромная. Да, листья уже не черешневые, но уже не вишневые. Это уже дюк. Причем, в вишне черешневые я их называю, есть черешни вишневые. То есть черешня поддичала, но приобрела морозостойкость. Плоды измельчали, но остались сладкими. В общем, интересно все это. А потом я ее показал. А, кстати, ну это один из примеров моей работы. Вот. Так. А вот это вот, она мне испортила настроение, потому что у меня никогда на вишне не было тли. А я никогда не скрываю. А, а, вот. Я ей обязательно расскажу. А надо ли? Надо. Вот. Ну, она эта тля практически не вредит. Может быть, лет 25 назад такой случай был. Дожди идут, 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 идут почти каждый день. Никогда такого не было. Никогда. Жары нет, дожди идут. Вот. А это любимое занятие тли, такая погода. Ни разу не опрыскивал. Только саженца опрыскал 20 штук. Вот. Там остатки взял этого яда у Сергея. Он только питомника прескивает. И вот получилось так, что вот эта вот погибшая желтая черешня, да, погибла, да, больше у меня нет. Все. Это один из моих потерь. Одна из потерь. Никуда от нее не деться. Вот. Потому что у нас земли нет, поэтому я ее не тиражировал. А здесь вокруг нее от общего корня пошли вишневые ветки. Лист укропнился. Он еще крупнее будет. Он еще в стадии роста листья. Вот. Потому что все еще весна как бы затянувшаяся. Так. И несколько плодиков есть. Вот эти плодики, я сказал, в год не теряем. Я Александровна. Если плодики пожелтеют, значит, вегетативная гибридизация есть. Но в единстве, в конечном счете, это надо потом пожелтевших взять. Косточки растить. Но это мы не потянем. Я, не она. Это наука должна заниматься. Или упрощенный путь, это веточки уже с этого самого черенки взять, с вишневых веточек. Видя, что на них есть желтые плоды. Пожелтевшие, скажем так. У меня такие примеры были. Вах, я не догадался. Это минут пять надо, если шарить по архиву, чтобы показать вам пожелтевшие. А я когда-то показывал. Ладно, проехали. Вот это интересно. Я хочу ее увлечь этим. Да, ее уже поздно увлекать. Она такая же увлеченная. Дело в том, что такие вещи, у меня такие прям несколько десятков. И это все надо отслеживать. А потом, ну, если вот так относиться к этому, как сейчас наука относится, то все-таки это продолжение Мичурина. Не всего Мичурина, нет. Я считаю, что у него есть то, что я не воспринимаю. Та же рыхление почвы. Еще кое-что. Но, с другой стороны, это все-таки эволюция. Посмотрим. Ради этого стоит жить. Пожелтеет или не пожелтеет? Пожелтеет или не пожелтеет? Или как вот у меня сейчас этот снимок, эту фотографию я не вставлял сюда. Вот. Там, где у меня были самые бордовые, невероятные, какие-то самые, плоды. С этого. На потомки абрикоса Манджорского. На следующий год смотрю. Два раза крупнее желтые. И больше нет у меня вот этого бордового красавца. Так. Вот это тоже Савинич. Я ей показываю самосев. Вот это самосев. Вот. Растут в тени, растут плохо. Ни одна не продана. Ни одна не куплена. Я его показывал, наверное, раз в пять в своих фильмах до того. И пару раз уже на вебинарах. Вот. Это самая ценная вещь на свете. Это прямые потомки Манджорца. Вот, кстати, на Манджорце сейчас висит ветер пять-десять. Трудно пока сосчитать. Но это страшная зима. Ему по барабану. Вот это вот никому не надо. Ну, что-то. Савинич отъедет. Посмотрим. Вот это вот. Жердель. Украина. Мороза не заметил. Прививка на Манджорце. И вот здесь я неправильно фотографию сделал. Вот здесь тоже самосев. Вот здесь вот они несколько. Я тоже пообещал. Вот. А вообще, для чего это фотография? Это фотография, чтобы показать, что все задернено, скошено и все осталось на месте. И на какой черт этот сад перекапывать? Вот. И главное, зачем? На крайнем юге делайте, что хотите. Помните, я назвал цифру? Третья зона. Все. Вот, пожалуйста. Еще один этот. Черешня. Посмотрим. Чудеса бывают. Вот. Что тут еще интересного? Я и показывал вишню. Штамбовая вишня. Так. И качество штамбовой вишни. Видите? Вот она. С земли торчит. Это чисто. Это не привито. Вот она. То есть штамбовая. Она растет мощным деревом. И вот это вот на ней привито. Вишня. Жуковская. Так. Это лучшее дерево. Оно уже задавилось соседнее. Это на следующий год было привито. Тоже на такую же. Так. Интересно. Ну, я пока, чтобы вы видели. Отклоняется, да? Ей не хватает солнца. Она вот так вынуждена расти. Это не первый случай. А вот это вот прививка тоже. Тоже вишни южной хершотской. Так. Образно. Так. Значит. Но уже на степную вишню. Она сильно отстала в росте. И. Имейте ввиду, когда у вас такое будет. Вот это вот сарай. У меня места мало. Я вынужден был взять и прям под сараем посадить. Все время сыра, дожди. Вот она еще такая. Но я этот пример привожу. Знаете почему? Казалось бы, уже все. Уже штамп уничтожен. Во-первых, на ней обычный урожай. Здесь не видно. Нижние ветки, которые в тени, они отсохли. Я всегда говорю. Да, отсохли. Вот так отрезаю. С отсохшим. Но никогда целиком. Никогда. Забудьте брезку на кольцо. У вас научили это люди невежественные. А дальше все нормально. И дальше полно выше плодов. И это яркий пример, что вишня, это же учеба. Я вынужден напомнить. Здесь всегда сыра. Ну, конечно, здесь до крутого ход метров 6-7. Но не в этом дело. Дело в том, что я с ней познакомился с этой вишней крупноплодной на Кавказе. Там дали ветеранам войны. В том числе моему отечественную землю. Ну, ясно где. Ты же ветеран. Тебе особое место. Кроме как землю на кладбище, тебе дают лучшее место. То есть это место, там 4 сотки, дали на этом. Ну, лучшее, понятно. На болоте. То есть мы срубали камыш, когда садили деревья. Скворечник разрешили построить 2 на 2. Вот. Скворечник. Или собачью будку. Как правильно. Ну, ветеран же. Войны же. Вот. С почетным номеральным оружием. С полным этой самой, иконостасом этих самых орденов. Вот. И там он посадил, я уехал, он посадил вишню. Через 10 лет эта вишня была громадина. А до воды, знаете, сколько раз было места? Колодец не копали. Выкопали где-то, штык лопаты, дальше начиналась вода. Вот. Конечно, какие-то абрикосы. Но вишни росли прекрасно. И это мне вот такими маленькими наблюдениями. Вот теперь мне говорят, ну, хоть что-то бы мне посадить. У меня вода, копнешь вода стоит. Я говорю, вишня? Поняли, да? Вот. Ладно, следующая фотография. Ну, это то, что я показывал. Это вишня, которая стала, по крайней мере, ну, может стать качество сохранить. Почему? Прививки были, вот три было прививки черешни. Они год-два пожили. Даже не плодоносили и погибли. Вишня стала в два раза крупнее. Так. И теперь я продаю ее, как вишня с генами черешни. Вот это совершенно другое дерево. Оно преобразилось. А так как они погибли, ясно, а вишня осталась вишней, я вот этот способ, вот видите, мертвая прививка. Я называю инфицирование, я ввожу новый термин, инфицирование. Вот. Я думаю, что у нас садоводов, привальщиков за все годы, сейчас, конечно, их мало совсем. Если брать за все годы, ну, наверное, их миллионы было. И все они занимались чем? Инфицированием. А потом у нас начали исчезать классические сорта. Помните? Никто не знает разницы между Папировкой и Белым Наливом. Никто не знает, где теперь достать этот самый Антоновку у нас где? В Сибири. Так. Они там. Антоновка, это же Курск считается, да? Курская область. Классическая. Никто не знает, где Портал-Матинский достать теперь два... Распырился на двадцать этих. Ну, это мы, привальщики. Я только... Как сказать? А смотри, что это процесс? У нас за все годы миллионы. Ох, и наделали мы делов. Ну, ведь откуда дюки взялись в вишнечережных гибридах, а? Догадайте сами. Я встречал их не только у себя, но и у других. Ткнул, не пошла прививка. А испортить сорт в хорошем смысле смогла. Савинич, Елена обещала, из Мичуринска ее туда, как лучший, из лучших послали. Типа, Грант выиграла. Значит, должна прислать много чего. Знаете, что я ей сказал? Сейчас я еще посмотрю. Нет у меня фотографий. Ну, вот этот пример, так сказать, близнецы. Когда-то был питомник. Так, обе хорошо росли, обе лучшие. И вот этот пример я привожу для тех, кто говорит, ну, как там все-таки быть-то. Ведь помните, вот фотографии вышли, где там их добрая тысяча растет плотненько, как плечом к плечу. И у меня, я говорю, вот посадили, выросла. Осенью уже начинаете вникать. Какие оставить навсегда. А вдруг вот так вот. Ну, и две оставляете. А ну, и что некрасиво. Знаете, что было? Брали мои саженцы, рассаживали. А потом ряды ровняли. А то получалось тут между метр, вот как тут. Потом следующая саженец в трех метрах, следующая в восьми метрах. И давай ровнять ряды. Не делайте никогда. Подсаживать можно, если там где-то шесть-восемь метров. Вот. Делайте в два раза гуще. Но не вздумайте проезжать только ради того, чтобы красиво было. Вот. Вот они оба плодоносят. Потом мы с Северной Самой, когда все это созреет, они же все в плодах, вот это абрикосы. Когда все созреет, мы будем ходить и каждый сорт вешать бирку. Я буду рассказывать, показывать. И мы будем наблюдать все недостатки. Вот видите, да, густо получилось. Вот. Я не говорю даже, возможно, что было бы одно дерево. Одно. Вот, допустим, то, которое помочнее. Вот. Но кто сказал, что у меня получилось бы в два раза больше плодов. Вот два дерева было не сящее. Они же опыляют друг друга, вы согласитесь? Это как, ну, буквально, аж, самое, как, как супружеская пара. Предельно урожаю. Покажем вам, видите, вот здесь будут бирки висеть. Ну, а что тут это? Все, все, не могу успокоиться, когда, что великолепному персику, который растет в Львовской области, специалисты говорят, отрезайте нижние ветки, иначе дерево погибло. Вот это глупость несусветная. Отсохли? Их можно вообще не трогать. Это часть, так сказать, ландшафта отсохшей ветки. Или я потом, потому что я больше всего на свете боюсь, что это... А это тот самый случай, когда в сетях там появилось. Были у Железова, вот. А оказывается, это большая запустенная дача. А я уже рассказывал, вот это все, вот, допустим, фотографии делалось после покоса, уже полезла трава. Пока она сейчас растет, плодородие вынуждено повториться. Вот сейчас вот здесь, что вы видите, почву, это растет плодородие деревьев. Вот она вырастет по колено. Мы ее скосим, оставим на месте. И так, ну, последние годы приходится все разокосить. Дожди стали раньше, когда дабилизации дикие, по месяцу, по полтора. Сейчас такого уже реже. Так вот, 3-4 покоса, а то есть сколько раз говорю, и буду повторять, 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 потому что эти специалисты все считают, что надо почву ухаживать. И вся эта, как ее назвать-то, благо, 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 благо. Вся эта плодовитость, вся эта плодородие, плодородие, слово, оно берется из воздуха. Из воздуха. Мы превращаем траву, траву оставляем, да? Вот. И получается, что, да, запущенная дача. А как? А что это, как не дача? Только прикупили землю до полугектара. Все равно дача. И вот получается, что вот это вот обеспечивает. Ничего хорошего нет. Если бы росло бы одно дерево, здесь бы не было бы этих самых веток сухих, их было бы меньше. Так? Потому что было бы солнца больше. Ну, и извините, так как вы знаете, когда в суровейших условиях, когда мы постоянно на грани, вот уже минус 1, вот уже минус 2, минус 3, и уже думаешь, абрикосы будут или нет плоды. Самый такой момент. Вот. Пчел мало. В этом году их так было мало, что я уже жужжание, по-моему, не слышал. И что вы думаете? Что может спасти? Это чтобы от песика до тачинки было минимальное расстояние. Вот так вот. Ну, ладно, выговорился. Поэтому вот это для меня нормально. Вот. А вот это вот то, что случается. Это единственное дерево сбросило половину урожая. Вот. Это тот самый случай. Помните, еще один мой термин. Предсмертный урожай. Вот. Покажу вам потом его. Был сумасшедший урожай, половина осыпалась. Дерево себя чувствует плохо. Оно помереть не помрет, но ему пришлось спасаться. Видите? Всего одного. Это крайне редко. В моей практике это второй случай за все время. Вот так случается. А что есть, то есть, показываю. Я иногда пытаюсь понять. Иногда дерево само себя опыляет при чувстве смерти, а когда опылить или нет. А у меня же действительно были. Вот, допустим, это крупноплодное, это культурное дерево, да? Вот. А рядом растет другое культурное. Но оно вообще не свело. Не свело. Потому что мороз убил цветы. Или заморозок. Вот. Оно взяло само себя. Опылило. А это одно из моих догадок. Ну, реально. Вот. А плоды получились неполноценные. Дерево решил от них избавиться. Это что-то вроде аборта. Извините за такое сравнение. Вот. Ну, а что здесь? Сережкин питомник Сергея Валерьевича Железа. Видите, горшки. Вовремя не продали. Ну, что? В горшке большие дырки. Посмотрим, что будет дальше. Теперь рука не поднимается. Ну, будет маточное дерево. Это я показывал Еле Александре. Ну, мы посчитали. Вот мертвая прививка. И там еще, по-моему, вот. Ну, в общем, вероятность под 100% совместимости именно так называемой биологической это яблони. Я еще раз подчеркиваю. Это должно послужить основой. Вот. То, о чем я говорю, поверьте мне, практически не знает ни один ученый. Вот, допустим, Ребрик, он специалист. Ну, главный редактор журнала не может не быть специалистом. Да еще умудренным опытом. Вот. Он со мной, допустим, согласится. Но наука практически этого не знает. Дело в том, что максимальную морозостойкость дает именно самые дикие подвой. А к ним как добиться вот этого было? Только тем, чтобы начали вырастить маточные деревья. Эти же, хотя там не было их близко. ой, сколько я намучился с колоннами, они на дикарях не хотели расти. Вот. А потом, когда все-таки удалось отобрать там, где все-таки более-менее хорошо росли, с них брал ветки, второе поколение, третье. А теперь что хочу-то делаю. Вот, пожалуйста. Видели? Один пример, а вот второй пример. Пожалуйста. Кстати, о, мелба. Точно мелба. Здорово, да? Канада. Знаете, в Канаде Монреаль где-то я читал, не проверял, на Шарате Курска. Кстати, вон, плоды абрикоса, видите, лежат. Сбрасывают лично. Сильный был большой урожай. Начался, завязалось много. Первая мысль была предсмертная. Ну, смотрю, так сказать, мелкоплодная сыновья манджурца и среднеплодная. Нормальный урожай, нормальный деревья. Крупноплодные, те пострадали. Ну, как пострадали. Ваньков ранний из Европы. Смотреть на него без слез нельзя. Мелитопольский ранний. Смотреть нельзя без слез. А он опять из Европы. Дальневосточный получше. Вот. Получше. Делюсь. Ну, это мой пример. Кто-то мне... А! Значит, вспомнил. Вот почему я фотографию письмо забыл вставить. Ну, поверьте, оно такое было. Товарищ меня спрашивает, он живет примерно Тула. Тула или Калуга. Вот в этом районе. Ну, понятно. Для меня это широта москвы. Не помню со школы. Так вот, значит, первый вопрос, первый был вопрос. Сколько нужно земли, чтобы самостоятельно на ней хозяйничать? Я ответил, ну, хотя бы, ну, как, чтобы он прокормил. Ну, тут долго рассказывать, я ему там наговорил, что надо сразу посадить по максимуму тысячи, тысячи, тысячи. Смотрю, кажется, у него руки опустились. Ну, то есть, вы понимаете, когда приезжают за тысячи километров семена, пусть даже надежные. Вот. та же вишня, она же из Европы у меня. А все остальное же Дальний Восток из селевых китайских абрикосов манджурских, все чайные груши уши риски. Ну, Дальний Восток. А что там, как они себя поведут? Вот, потеряет годы, а потом я буду виноват, что этот гектар его не прокормил. Ну, гектар я ляпнул с потолка. Почему? Потому что я начал кормиться с 15 соток. Уже у меня сад был до самоокупаемости. Тогда я привел другой пример. Вот этот вот. А не могу я повторить 35 вебинаров? Так. Тогда вот этот пример. Нашел эту фотографию, говорю, однажды в студенную зимнюю пору у нас случилось это самое. Ну, понятно. Это так, образно. Получается, что в какой-то момент я остался без средств существования. Это было вот, да, 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 в 2005-ом сожглица, в 2006-ом оказалось, что и персики те замерзли, потому что я их все зимой поотбрезал и поразослал по России. Вот. Пришла весна, я поехал в лес, я выкопал несколько сотен этих самых как они называются, сибирок. Все привил, все практически пошли. вот, и осенью через 4 месяца я их продавал уже по 500 рублей. Вот так вот. Вот пример. То есть уже, ну, это опять пример к чему. Тут я же не сновля начинал, у меня уже был дачный сад и много чего. И даже вот такая технология уже была. Те же бутылки. Ну, а как дольше рассказывать? Это надо еще 10 вебинаров. Как заработать? Я еще потом кому-то написал, а, у меня гостевой есть. Организация плодопитомника приблизит окупаемость. Ну, извините, заплатите нам с этим, с Антоном Валерьевичем за хотя бы 3 тысячи за этот цикл особых вебинаров. Вот. Которые, так сказать, направлены уже на коммерческую сторону. Есть у нас такая подборка. 10 или 9 вебинаров. В том числе организация плодопитомника. Ну, естественно, никто мне деньги не стал присылать. Так все и завело. Так, вот эта фотография очень важная. Знаете, я специально выше рассказал, как терпит воду, как сырость, как терпят именно вишни. Да? Вот те самые вишни. Вот. Выше специально рассказал, вам стало понятно. А тут приезжает ко мне, значит, Елена Александровна и видит вот эту мертвую вишню. Так. Ну, вот. Тут уже дальше спрашивать не надо, все понятно. Вот. Предыдущие хозяева я выкупил в лесу 2015 года. Тут есть мои деревья, но выкуплено мной была у дачников, которые не очень-то рвались тут жить. Купили, пожалели. И вот когда я выкупил, уже вот это дерево было мертво, вишня. А почему? Вот смотрите. Это напротив двери летней кухни и здесь постоянно вода, вода, вода. То есть обильными поливами можно даже вишню угробить. Вот это я Ренессану рассказывал. А вот это, вот видите, на дальнем плане, вот она, вот. Фотография этого года, вот это деревце, которое ни разу в жизни не полито, а я фотографировал в прошлом году, вот оно, это оно есть. Видите? Вот. Здорово, да? И теперь смотрите, ну где мне найдите человека на всей планете, который скажет, что деревья не надо поливать. И я не говорю, друзья, мне пару раз тыкали морды, вот вы пишете, не, не тыкали, а это самое, у человека дикие засухи. Он пишет, а вы пишете, или вы рассказываете, что поливать не надо, я не так говорю, я говорю, нельзя, у меня экстремальный сад, он находится в самом тяжелом положении, потому что не опрыскивается, не поливается, не удобряется, ничего не делается, не укрывается, ничего, не переконяется, ничего. И если он у меня выживает, то другая крайность, это обильные поливы, которые губят деревья. Так уж лучше тогда три варианта есть. нормально поливать, вот как мы выше говорили, не ополивать, вот вариант номер два, он уже неплох, да? И наконец вариант номер три, обильные поливы, у нас хватает таких, которые, они просто решили, знаете как, для них дерево, это как фанера, как это, ножка стула, это самое, там, деревянный пол, то есть мертвое что-то, то есть не мертвое, но отношение, вот они не понимают самое главное, что оно живое, вот, и должны быть близко, я не говорю, что в природе хорошо живется, всякое бывает, но по крайней мере природа-то их так сильно не губит, а тут взял, вот сосед мой сгубил, видите, а почему я его не спилил, мне все это, а удобно, сладко не увешать, теперь она стала декорацией, видите, вот, теперь это декорация, ну пытается даже возродиться, оно было мертвое, это я отпилил, оно было полностью, верхушка мертвое, вот, иначе возродилось бы, вы поняли, да, что такое обильное поливое, я единственное на планете говорю, одумайтесь, уж лучше не поливать, если вы не знаете, вот мне задали вопрос, как выше, как поливать засуху, а вот так и поливать, не дай бог перелить, лучше не долить, так, ну вот, разговорился, как всегда, идем дальше, вот это вот, кушать хочется, даже, это самое, в 19-м году, то, что у меня осталось у сухого, пока еще это все по десятке стоит, причем, схожесть будет, как минимум, не хуже, чем у тех, которые будут уже стоить по 20, поэтому, может быть, еще кто-нибудь соблазнится там, кошелек раскроет, вот это, пока, в стадии проверки, вы знаете, я когда, действительно, в прежние годы, я чаще, мне приходилось, ну, питомник, само собой, его, если не опрыскаешь, ядохимикатами, то продавать будет нечего, вот, а потом, у меня заметил, взрослый сад и перестал, поливать, а, он мало повреждается, повреждается, но, все-таки, мало-мало, мне показалось, что, они приобретают, даряя какой-то иммунитет, вот, тогда я взял, сейчас, уже и молодежь решил, не буду опрыскивать, вот, это черный абрикос, да, сразу, вот, я только, в прошлом году, я посадил однолетним, позапрошен, не полива ничем, место плохое, там, глина, и, в прошлом году, простоял, в этом году, зацвел, вот видите, плодик, вот он, вот второй плодик, и покрылся, плодик, ну, а я, сейчас, разговариваю, не со всеми вами, я просто делюсь этим, а не буду я опрыскивать, вот, у меня хороший урожай, дал тот взрослый, черный абрикос, два, вот, наконец-то наемся, первый год нормально, это, заложил урожай, столько лет ждал, и вдруг, все это случилось, я решил этим пожертвовать, а вот никогда не буду опрыскивать, приобретет иммунитет, или нет, тле, почему мне взрослый, это самое, никогда не трогает, но может переболел, ну, это просто одна из моих догадок, они будут опрыскивать, ну, бывает, да, саженцы они могут так скрутить, что, он, это, умереть не умрет, но, сильно, это, отстает в росте, вот, ну, вот это пример моей обрезки, да, дело в том, что, пенек, не полагается оставлять, я знаю, но у меня не получается, чтобы мне оставить пенек, потому что, вот мне кажется, что если бы вот тут, вот я бы отрезал, вот тут, вот этот, а я специально дождался, когда плоды появятся, видите, возможно, и плодов бы не было, и эти ветки были бы сухие, а это же я резал-то не весной, а годом раньше, вот оставил этот пенек, то есть, и меня задают этот вопрос, он уже звучал не раз, а я в растерянности, я не всезнайка, то есть, я говорю, и пенек плохо, и могу найти полсетнюю фотографию, где от пенька пошло вниз, 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 и уже не останавливается, вот, зараза, и наоборот, вот тут бы отрезал, и вот эти были бы сухие, по зима же, ну, в общем, я просто привел пример, что здесь, мне кажется, угадал, здесь, так, уважаемый Валерий, большое спасибо за качаные черенки, полученные весной, переживаемые 90%, спасибо за обучение привыков, в основном приваев расщеп, лучная копулировка, моя любимая, как показало время, самое прочное, желаю здоровья, почему я привел этот пример, вот, дело в том, что хотел, а что-то я не догадался, если это священнослужитель, отдельная тема будет для них опять, ладно, не буду сейчас эту тему развивать, так, вот здесь вот у меня, растут при копии, то есть, сейчас я вам объясню эту ситуацию, давайте, вот отсюда надо было фотографии представить, вот этот человек вырастил дома, видите, когда он высадит это, оно умрет, умрет, допустим, сейчас июнь, значит, если все-таки спасать, вот один пример, у меня только одну фотографию, у меня эти добрые десятки, если не сотни вот таких, ну, берут на подоконниках выращивать, молодцы, конечно, а потом куда, вот, поэтому я вам говорю, все-таки спасать будете так, не пересаживать, ведь тут хитро сделано, да, человек придумал систему, он возьмет ее, и выдернет вместе с это, с полиэтиленом из горшка, потом аккуратненько поставит, то есть, минимальное повреждение будет, но будут, и ком может рассыпаться, поэтому до осени, то есть, садить вот там, у кого вот такое сейчас, красота такая, в июне, пожалуйста, умоляю, вот, за подлецом земли, вот так садите, один, десять, не важно, садите за подлецом земли, раз, и, видите, тень, это солнце ждет, вот, естественно, бутылки ни при чем, вас не касается того, бутылки, просто притеняйте, 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 вот, вероятно, что погибнет очень большая, и еще второе, это, то есть, до осени, держите их вот в таком виде, закопанные за подлецом земли, дальше пойдем, а так-то молодец, скорлупки-то где? Снаружи, видите, то есть, надзи.